Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Продолжаем про Airtable и сегодня, как и обещал, что-то более подходящее для третьего сектора. Мне кажется, подходящее просто не бывает. Сегодня мы сделаем вот такую форму регистрации на мероприятие. Она отправит информацию на e-mail, занесет человека в разные там базы и все это, напомню, абсолютно бесплатно и все это в одном приложении, все это за 10 минут. Итак, вот мы создали новую базу данных, которая называется Солнце взойдет. Это вымышленное название моего благотворительного фонда. У нас тут есть две таблицы. Таблица мероприятия. Обе таблицы я сделал заранее, частично заполнил также заранее. Тут название мероприятия и даты. Тут не заполненные пока поля. Фамилия, имя, имейл. Если непонятно, как это делается, смотрите предыдущее видео. Ссылка на плейлист в описании. Начнем усложнять. Добавим поле с ответственным за мероприятие сотрудником. У каждого мероприятия должен быть ответственный. Можно выбрать multiple select или single select и выбирать нескольких или одного ответственного из заранее заведенного списка. Ну то есть добавили сотрудников, имя и имя. Интер. И нажали save. Теперь можем спокойно выбрать ответственного. Но кто же так делает wear table? Это же как-то неправильно. А правильно завести новую таблицу с именами сотрудников и эту графу удалим, а эту сделаем линком на мероприятие. Тут, как вы видите, у нас появилась новая графа сотрудники. Давайте это удалим, чтобы не мешалось. Это то, что мы делали до этого и неправильно. Вот она новая графа. А, графа есть, а сотрудников нет. Наймем сотрудников. И давайте, заводя мероприятие, мы назначим ответственных из ряда наших сотрудников. Переименуем столбец, чтобы не путаться. Почему это правильнее, чем multiple select, например? Потому что таким образом мы имеем по каждому сотруднику список мероприятий, за которые он отвечает. И это только вершина айсберга. Дальше могут появляться еще таблицы, каким-то странным образом с этой таблицей. Что-то будет появляться и исчезать автоматически. В общем, пока оставим это в стороне. В любом случае это красиво. Есть сотрудник, есть список мероприятий. А теперь странное поле заявка. Добавляем столбец мероприятий и связываем его с мероприятиями. А вот. У нас тут появился столбец заявка, который мы передвинем поближе. Да, кстати, вот так зажимая столбцы левой кнопкой мыши можно их двигать. Здесь есть такое поле view, то есть вид. Сейчас это grid, сетка. Но вид на самом деле может быть другим. Скажем календарь, галерея или вообще канбан. Но нас интересует форма. А вот такая форма. Можно сразу переименовать. Хотя нет, это то, что будут видеть те, кто заполняют форму. Поэтому назовем выберите мероприятие. И еще добавим описание. Это тоже будут видеть потенциальные участники. Ну и тут собственно поля нашей таблицы. Все, включая выбор мероприятий. Сами мероприятия, напомню, он подтягивает из таблицы мероприятия. А там можно и нужно отслеживать актуальность. Либо поставить какие-нибудь фильтры по дате, например, чтобы здесь не было просроченных мероприятий. Но об этом уже в следующий раз. А мы скажем еще два слова о форме. Можно сделать какую-то графу обязательной к заполнению. Или наоборот скрыть ее из формы. Это кстати очень полезная функция. Но непосредственно фамилию мы вернем. Графа нужная. Тут help text. Ну с фамилией понятно, нечего объяснять. А вот про email лучше написать. Сделать его обязательным и написать зачем он нам. Ну и все. Нет. Как там email пишется? Все. Мероприятия все есть. Все готово. Вот эти штучки со звездочками говорят, что дополнительные возможности оформления предоставляются на плане Pro. А это 20 долларов в месяц. Но без этого в принципе можно обойтись. А вот текст, который увидят люди после нажатия на кнопку отправить. Ну и можно поставить эту галочку, чтобы информация дублировалась на email. Нажимаем на шаре форм. Шарим либо через прямую ссылку, либо можно встроить форму на сайт. Скопируем ссылку и посмотрим, как она встраивается. Ну ничего так вроде бы. Мобильная версия даже есть. Но мы все-таки посмотрим прямую ссылку. Мне кажется к этому прибегают чаще. Ну вот. Заполнили. Выбрали. Сабмит. Спасибо. Ждем. Получили во-первых письмо на email и во-вторых в таблице заявки получили нового человека. И в мероприятиях также видим, что некто Ломов придет на солнечный день. И дальше можно уже ничего не делать и просто ждать, когда тут будут появляться новые люди по мере заполнения формы. Не знаю как вам, а я в восторге. Ну правда простота и функциональность просто зашкаливают. И опять же это только вершина айсберга, так что будем продолжать. Все любите друг друга и Airtable. И тихую летнюю ночь. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать в теплице социальных технологий.